После нескольких выпусков, что пишут в других странах о войне в Украине, вы попросили сделать такой ролик о странах Центральной Азии. Поэтому сегодня поговорим о том, что же пишут в Центрально-Азиатских регионах про Украину. Как там вообще относятся к полномасштабной войне, которую начала Россия и что думает о диктаторе Путине. Основное внимание при поиске информации я уделял Центральной прессе выбранных стран, то есть сайтам, которые по сути читают все. Поэтому разбор будет жестким, прозрачным и аргументированным. Меня зовут Семен, канал Мегашот ТВ. Начинаем! Отношения Украины со странами Центральной Азии до полномасштабной войны Прежде всего, Центральная Азия считается одним из главных геостратегических регионов в мире. Что раньше, что сейчас, такие страны, как Казахстан, Кыргызстан, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, являются буферной зоной между Западом и Востоком на мировой карте. Эти государства обладают значительным энергетическим и сырьевым потенциалом, а также играют роль транспортного коридора между странами Азии и ЕС. Кроме того, Центральная Азия – это регион, который имеет стратегическое значение для глобальных международных игроков, каждый из которых стремится создать там свою сферу влияния. За авторитет в этом регионе чаще всего борются Китай и Россия. Говоря об украинско-азиатских отношениях, можно сказать о том, что со странами Центральной Азии украинцы хоть как-то пересекались за все года своей независимости очень мало. Чаще всего это были чисто формальные договоренности и встречи, где речь шла о дружбе и взаимном сотрудничестве, особенно экономическом. Так, например, в ходе официального визита Нурсултана Назарбаева в Украину 1999 года был подписан договор об углублении экономического сотрудничества на долгосрочную перспективу между Казахстаном и Украиной. Несмотря на это, установленные дипломатические отношения с Казахстаном и их дальнейшее развитие не особо повлияли на позицию казахской власти касательно аннексии Крыма. В конечном итоге, после попыток усидеть на двух стульях, Казахстан все же стал придерживаться российской стороны во время обсуждения крымского вопроса в ООН. Касательно Туркменистана и Кыргызстана, то отношения Украины с ними начались и закончились исключительно на договоренностях об экономическом партнерстве. Туркменская корпорация «Туркменнефтегаз» даже поставляла в Украину природный газ. До 2022 года, да и сейчас, эти страны до сих пор жестко зависят от РФ и фактически соглашаются со всеми ее незаконными действиями. А вот Таджикистан и Узбекистан вообще всеми способами пытались избегать темы Крыма и агрессии России, как будто этого вообще нет. Если делать вывод из этого всего, то назвать дипломатическими отношениями между украинцами и властью Центральной Азии сложно. Государства Центральной Азии жили в огромной зависимости от Российской Федерации, особенно до полномасштабного вторжения. Российская пропаганда там работает на ура, вливая в уши людей наглую ложь. Что пишут об Украине сейчас? Казахстан С началом российского вторжения в Украину власти Казахстана заняли подчеркнутую нейтральную позицию. Как заявил заместитель министра обороны Султан Камеледдинов, официально Казахстан не поддерживает ни одну из сторон. Конфликт России и Украины к Казахстану никакого отношения не имеет. Мы не поддерживаем ни ту, ни другую сторону. В этом плане никаких вопросов быть не может, когда-то говорил он. Однако Казахстан против самой войны и выступает за мирное урегулирование. При таком мягком нейтралитете казахское население не осталось безразличным, а по стране прокатились акции солидарности с украинцами. Самые массовые прошли в городе Алма-Аты. Несмотря на огромную пропаганду, простые люди в Казахстане понимают, кто есть кто. Пресса в Казахстане о войне в Украине говорит мало и редко называет войну войной. Речь идет о том, что в казахских новостях чаще всего цитируют мировых лидеров, констатируют объемы гуманитарной помощи украинца, пишут о событиях, которые происходят в Украине или России, но при этом не говорят, что идет война. Так, например, пост на сайте nur.kz от 26 января рассказывает об очередном обстреле украинцев. Новость звучит так. В четверг, 26 января, по всей территории Украины объявили воздушную тревогу. В нескольких городах, в том числе в Киеве и Одессе, прогремели мощные взрывы. Местные телеграм-каналы делятся кадрами с места происшествия. Почему объявлена тревога и кто в ответе за это, откуда обстрелит Украину, все это не отмечается. И так по отношению ко всей информации. Ведь это так сложно написать правду, что Россия запускает ракеты против мирных жителей. Россия убивает людей. Путин военный преступник. Другой сайт inform.kz пишет о том, что полностью эвакуироваться посольство Казахстана в Киеве не будет. К чему добавляется комментарий эксперта. Вопрос полной эвакуации посольства не стоит. Во-первых, в текущей ситуации в Украине мы не можем подвергать риску жизни и безопасность наших дипломатических сотрудников. Поэтому сейчас стоит вопрос их передислокации. Об этом говорил Мухтар Тлеуберди. Опять-таки, в текущей ситуации это не означает, что речь идет о войне. Прямого текста о полномасштабном вторжении нет. Такая позиция казахской прессы, не называть все своими именами, связана с бывшими, да и с настоящими пересечениями страны с РФ. Напомню, что газовые отношения между Казахстаном, Россией и Узбекистаном не разорваны. До сих пор лидеры государств проводят переговоры. Именно на фоне экономических вопросов и будущей безопасности страны казахские журналисты пытаются меньше упоминать в своих новостях РФ и войну в принципе. При этом пресса открыто пишет о дружбе с Украиной и о той же гуманитарной помощи, отправленной украинцам. Вот пример такой новости с информационной платформы стан.кз. В Харькове построили казахскую крепкую юрту. Юрту построили при поддержке лидера межпарламентской группы дружбы Украина-Казахстан, народного депутата Украины Сергея Нагорняка, казахстанского бизнесмена Дуалета Нуржанова и представителей украинско-казахской диаспоры. Простой казахский народ с самого начала большой войны поддерживает украинцев как в соцсетях, так и на деле. При этом президент Казахстана Касым Жамар-Такаев призывает РФ и Украину найти мирный компромисс и как-то договориться. Несмотря на то, что сам президент называет происходящее войной, пресса публикует новости со словами по типу конфликт, ситуация. Можно сделать вывод, что Казахстан боится сделать шаг не в ту сторону. Вроде бы и поддержит украинцев, а вроде бы и не хочет переходить дорогу Путину. Кыргызстан Тут все кардинально противоположно предыдущей стране, потому что Кыргызстан поддержал Российскую Федерацию еще в начале полномасштабного вторжения. Президент Кыргызстана буквально в первые дни позвонил Путину и поддержал диктатора. В частности, политики обсудили ситуацию по проведению РФ специальной военной операции на территории Украины. Садыр Жапаров также переложил на официальный Киев ответственность за провал минских договоренностей и поддержал действия России по так называемой защите мирного населения Донбасса. При этом Кыргызская пресса говорит об обратном. Я сопоставил два новостных сайта для простого населения. Один из них открыто пророссийский, другой оппозиционный. Платформа Спутник КГ активно и часто пишет об Украине и РФ, при этом называя войну спецоперацией по защите Донбасса. На сайте под таким названием есть целая лента новостей. Перейдя туда, можно сразу увидеть такое описание. Россия признала независимость ДНР и ЛНР. 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции российских войск на Донбассе. Минобороны России сообщило, что подавлены средства ПВО Украины. Военная инфраструктура авиабаз вооруженных сил выведена из строя. А дальше идут открыто пропутинские заголовки. Например, Киев заигрался в бахмутскую мясорубку. Резервы на исходе. Трамп обещает разрешить конфликт в Украине за сутки, если станет главой США. Тяжелые, дорогие и ненадежные. Военэксперт о западных танках. То есть в кыргызской прессе идет открытая пропаганда русского мира и его позиций. При этом, что пишет второй новостной сайт? Кактус.медиа 16 февраля публикует такой пост. Политолог и эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов в ходе эфира программы «Живой гвоздь» прокомментировал давление на независимые СМИ. Во всех этих процессах, я думаю, есть влияние Москвы. Москва не может быть довольна тем, что в Кыргызстане очень много сочувствующих Украине или недовольных политикой России по отношению к Украине. В особенности в молодой среде, так скажем, в поколении младше 30 лет. Это происходит из-за того, что Украина является жертвой имперских амбиций России. То есть такая точка зрения в прессе осветляется и публикуется, что тоже является показателем общей ситуации в Кыргызстане касательно российско-украинской войны. Также на этом сайте каждый день публикуются события, произошедшие на украинских землях. Называется эта рубрика «Так, что произошло в Украине за последние сутки». Ежедневно там можно найти достоверную информацию по типу «Президент США Джо Байден выступил с речью в Варшаве и пообещал неустанную поддержку Украины». Он обратился к россиянам и заявил, что Запад не будет нападать на Россию. Или «Пока Путин выступал, российские войска обстреляли Херсон. В результате погибли не менее 5 человек. Еще 21 пострадал. Под удар попали жилые районы, общественный транспорт и объекты критической инфраструктуры». Этот материал был опубликован к утру 22 февраля. Какой вывод можно сделать? По сути, официально власти Кыргызстана поддерживают Путина и максимально стелятся перед ним, в то время как пресса все же делится на проплаченную пророссийскую и оппозиционную прозападную, где можно найти правдивую информацию и оперативно узнать о главных событиях в Украине. Туркменистан Власти Туркменистана в последнее время концентрировались на выборах, поэтому особое внимание Украине не уделяли в принципе. Да и вообще ситуация в туркменско-украинских отношениях очень странная. В своих СМИ Туркменистан почти не говорит о войне в Украине за весь год полномасштабного вторжения. Кроме того, представители Туркменистана в Организации Объединенных Наций никогда не голосуют по любым резолюциям ООН, имеющим отношение к украинцам. Также туркменские власти можно винить в том, что они оставили своих граждан на территории Украины и не оказывают им помощи. Что получилось найти на новостных сайтах? Не поверите, но это целый один пост за 4 марта 2022 года на платформе tmhelsinki.org. Звучит новость так. Туркменские студенты вместе с другими беженцами продолжают покидать Украину. По данным Туркменского хельсинского фонда, около 16.003 марта несколько автобусов доставили беженцев из Украины в Турцию. Среди привезенных в Турцию беженцев было около 20 туркменских студентов. Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев заявило 4 марта, что 1 миллион человек был вынужден покинуть Украину во время недельной войны. Дальше недельная война подкрепляется такими синонимами, как вооруженный конфликт, обстоятельства, специальная военная операция. Заканчивается новость так. Международное сообщество резко осудило агрессивные действия России и выразило поддержку Украине. Туркменистан не присутствовал на встрече. Больше туркменские СМИ никак не высказываются о полномасштабной войне. Например, на независимых новостных платформах Туркмен Портал и Арзуф Ньюз в принципе ничего об Украине нет. Единственная новость за последние недели это публикация о том, что Владимир Путин предложил вернуть в Россию традиционные сроки обучения в вузах. Новость опубликована 21 февраля на сайте Туркмен Портал. Как видите, Туркменистан делает вид, что ничего не происходит. Но если делать вид, что проблемы нет, она сама по себе не исчезнет. Кроме того, президент Туркменистана с Путиным часто проводит переговоры. Поэтому власти точно понимают, что происходит в мире и кто здесь агрессор. Но все равно поддерживают пророссийский тоталитарный режим и не дают своим гражданам знать правду. Узбекистан. Эта страна заняла нейтральную позицию по нападению России на Украину. Однако один из крупнейших узбекистанских банков заявил о приостановке денежных переводов из РФ. Глава МИД Узбекистана Абдулазиз Камилов в марте 22 года заявлял, что Ташкент выступает против войны в Украине, но намерен поддерживать хорошие отношения как с Москвой, так и с Киевом. Как сказал министр, во-первых, Узбекистан серьезно озабочен ситуацией вокруг Украины. Во-вторых, мы сторонники того, чтобы найти мирное решение этой ситуации и разрешить конфликт политическими и дипломатическими средствами. Но чтобы это сделать, жестокость и насилие должны быть прекращены незамедлительно. Такой же позиции придерживаются и узбекские СМИ. В прессе сложно понять, чьей конкретно стороны придерживаются журналисты, отвечающие за свои публикации. Чаще всего это простая констатация фактов, при этом в прессе Узбекистана есть свои плюсы. Несмотря на то, что четкой позиции нет, в новостях хотя бы события называются своими именами. Вот, например, пост от 10 февраля на сайте kun.uz. Россия вновь нанесла ракетные удары по Украине. По данным спикера воздушных сил ВСУ Юрия Игната, запуски крылатых ракет производились с морских носителей в Черном море и стратегических бомбардировщиков Ту-95. Также российские войска атаковали украинские города дронами Камикадзе. Взрывы звучали в Харькове, Днепре, Хмельницком, Кривом Роге и Запорожье. Во-первых, тут ссылаются на официальные украинские источники, которые дают точную и проверенную информацию. Во-вторых, четко говорится, кто и чем стреляет. Вот еще один пример новостей с другой платформы, сайта tafsilar.info. Там можно увидеть такие посты в разделе, где пишут о том, что происходит в мире. Россия намерена взять под контроль Беларусь. Штаты призывают Украину не медлить с контрнаступлением. Дания передаст Украине танки «Леопард». Армия РФ потеряла в Украине 200 тысяч военных. Я думаю, тут видно, что конкретной точки зрения Узбекистана нет. При этом он пытается максимально правдиво осветлять войну в Украине, без использования пророссийских нарративов. Таджикистан. Эту страну считают вероятным союзником Российской Федерации, потому что она, как никто другой, поддается жесткому влиянию путинской пропаганды. При этом уроженцы Таджикистана участвуют в боевых действиях в Украине и на стороне ВСУ, и в рядах российских вооруженных сил. Это говорит о том, что мнения в государстве разные, четкой позиции там нет. То же самое можно сказать и о прессе. Как и в Кыргызстане, новостные сайты существуют открыто, нацеленные на Россию и наоборот, на Западную Украину. Например, российская платформа tg.sputnik.news часто пишет о российско-украинской войне, только называет это совсем другими пропагандистскими именами и при этом транслируется и наполняется местными властями в Таджикистане. На этом сайте существует отдельная рубрика «Спецоперация России по защите Донбасса. Последние новости». Под ней идет описание такого формата. После того, как Киев начал наступление на ДНР и ЛНР, Россия по просьбе республик признала их независимость и ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве. Украинские силы Киев продолжают обстреливать Донбасс, в том числе из запрещенного оружия. Продолжается эвакуация мирного населения в Россию. Ниже можно прочитать новости, которые публикуются каждый день и по своему контексту больше располагают КРФ. То есть, правда, и там почти не пахнет, а факты постоянно перекручиваются. Вот один из таких постов. ВСУ применили под угледаром боеприпас с отравляющим веществом. Остатки с детонирующего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера российские военные направили на экспертизу для изучения. Ссылается ресурсно-российское интернет-издание РИА Новости. А вот сайт asiaplus.tg.info говорит уже совсем противоположное. И там можно найти немало новостей про войну в Украине и о том, что вообще происходит. К примеру, вот новость за 22 февраля под заголовком «Зачем таджику российский паспорт?» Помимо того, что там показывается реальная статистика о том, что в 22-м году российское гражданство получило рекордное число граждан Таджикистана, ниже объясняется причина и цель такого упрощенного для таджиков болотного гражданства. Вот часть этой новости. В 22-м году в РФ были приняты поправки в законодательстве о гражданстве, которые предусматривают получение гражданства в упрощенном порядке для иностранцев, заключивших контракт на службу в российской армии на срок не менее года. В соответствии с этими поправками кандидатам этой категории нет необходимости получать вид на жительство. Поводом для внедрения нового порядка стала война в Украине. РФ таким образом решила поощрить иностранных граждан, в основном из стран СНГ, чтобы пополнить ряды мобилизованных. В конце статьи можно еще увидеть дополнение о том, как мигрантов в России привлекают к войне. То есть события осветляются честно и четко. Листая новостную ленту этого же сайта, можно увидеть еще посты по типу таких. ООН. В Украине погибли более 8 тысяч мирных украинцев, ранены более 13 тысяч. «Россия никогда не победит в Украине». Байден в Варшаве ответил Путину. Почему власти Центральной Азии не реагируют на вовлечение их граждан в российско-украинскую войну? Тут видно, что сайт даже поддержит Украину и старается хоть как-то объяснить таджикам, что происходит в мире и кто на самом деле агрессор. При этом, опять-таки, официально в Таджикистане все неопределенно и размыто. И та пресса, которая зависит от власти, большой свободы высказаниях позволить себе не может. Будущее украинских отношений со странами Центральной Азии Чтобы говорить о будущем с государствами Центральной Азии, сначала должно быть настоящее. Как минимум, сегодняшние отношения Украины со странами Центральной Азии назвать дружескими очень сложно. Вся проблема в том, что до полномасштабного вторжения Россия влияла на Центральное Азиатское пространство намного больше, чем это делали украинские власти. Как минимум, показатель тому русский язык в языковых переключателях новостных сайтов разобранных пяти стран. И как максимум, общество, которое росло и воспитывалось под давлением российской пропаганды. Буквально все лидеры этих стран практически полностью зависят от Путина и, конечно, прислушиваются к нему. Для того, чтобы у Украины со странами Центральной Азии было будущее, украинским властям придется практически с нуля выстраивать эти дипломатические отношения. Для начала нужно хотя бы убрать российский рынок с центрально-азиатских сфер влияния. Это помогает сделать украинцам как Европейский Союз, так и Америка. Граждан Центральной Азии вместе с властями призывают прислушиваться к мнению мировых лидеров и принять открытую конкретную позицию касательно российско-украинской войны, которую развязала РФ. Еще один огромный пункт, без уничтожения которого не будет будущего Украины и стран Центральной Азии. Это их пресса. Проблема в том, что очень большой процент СМИ зависит от России или даже работают на нее, при этом публикуя новости на своих государственных сайтах. Пример тому известная платформа «Спутник», о которой я уже говорил сегодня. Несмотря на то, что она считается российской, там существуют отдельные разделы по конкретным странам с их языком и лидерами. К сожалению, этот сайт достаточно популярен именно в Центральной Азии. Я думаю, теперь все понятно. Настоящее отношение центрально-азиатского региона к украинцам очень сильно отличается от того, что пишет пресса. Интернет-издания там достаточно сильно прогнили пропагандой РФ. При этом население, которое читает даже такие сомнительные платформы, успевает находить альтернативные точки зрения и писать без замены слов о реальности, которые происходят на Украинском фронте и в тылу. И вот у меня вопрос. Есть ли тут среди зрителей жители Центральной Азии? И как вы смотрите на войну, которую начала РФ? И что вообще думаете насчет всего сказанного? Напишите в комментариях. И все будет Украина.